Добрый день! Меня зовут Валентина и я расскажу о своей чернушке 2018 года. Я сеяла ее в 2017 году под зиму. И вот она у меня такая вот весенняя чернушечка. Рядом лук-севок. Почему я и сею вот так вот густо, чтобы потом без проблем ее кушать. Мне очень нравится под зимний посев чернушки. И всходит как щеточка. Вот. Хорошие всходы. Никакой заученности нет у меня. Так что съейте, не бойтесь. Любые сорта. У меня здесь вот три ряда. И они разные. Один рядок у меня бессоновский. Второй рядок у нас почерский. Погарский, вернее. Лучок у меня. А этот у меня... А этот лучок у меня ажур. Из фирмы Седек. Вот какие всходы. Хорошие. Я очень люблю этот метод посадки. Вот между рядом у меня, видите, салат. Вот он посеянный. Он не мешает лучку. А потом я буду садить в этой грядке уже после этого лука. Вот у меня клубничка. Я посадила новые сорта. Вот клубники. Она у меня будет на этой грядке разрастаться. В наше время лук Севок без труда можно приобрести в любом магазине, в супермаркете. Но я стараюсь выращивать самостоятельно из семян. Я уже показывала свои видео неоднократно. Я выращиваю в своем огороде Севок, приспособленном конкретно к моей почве, климатическим и прочим такими условиями, которые у нас в регионе нашем находятся. Подготовка грядки под чернушку с осени. Выбираю сухое место, чтобы оно открыто для солнышка было. Лучшего всего растет чернушка после редиса, огурца или капусты. У меня на этой грядке, где чернушка, были здесь огурцы. Я придерживаюсь, конечно, природного земледелия. А именно, чередую культурой обязательно. И высеваю всегда горчицу, сидераты. Сидераты хорошо обеспечивают питательную почву. И второе отличие, отличное средство, она отпугивает от луковичной мухи, вот эта горчица. Когда наступает весна и появляются чуть-чуть сходы этой чернушки, я заправляю золой. Прохожу и хаотично прямо посыпаю свою чернушку этой золой. И потом рыхлю плоскорезом между рядками этими. Посадка у меня ленточная, как вы вот видите. Вот, 8-10 сантиметров на расстоянии друг от друга ленточки по 20 сантиметров. И семена высеваю хаотично. Из-за счета, например, 10 грамм на 1 квадратный метр. Так, преимущество раннего вот этого посева в том, что впоследствии при формировании луковичек, семечки, вот эти оказавшиеся рядом, смогут отодвинуть друг от дружка и занять свое свободное место в грядке. А значит, сходы не требуют прореживания, как видите. Ну, а потом они подрастают, и мы их берем и кушаем эту зелень. Рядышком у меня лук сивок под зиму посаженный. Неплохой, сходы хорошие. Вот моя чернушка на 8 июня. В каком и настоянии мы ее проведили, окушали. В этом году у нас очень плохой. На сегодняшний день, 7 июля, вот такая у меня чернушка. Подсажена вот под зиму. Вот мы и прорывали, и кушали. И ее зелененькая стоит. И не густо. Вот такие вот чернушечка. Очень люблю сеять под зиму. Мне очень нравится. Перо зелененькое. Вот. Уже оно идет в головку. Очень мне нравится этот метод под зиму. Не мучаюсь никогда весной. И пропалывать хорошо. Очень нравится этот метод посева под зиму. Ну что, чернушка моя уже начинает вянуть. Вот в таком вот виде. Завязываются неплохо головки. Даже очень, даже хорошие получаются с моей чернушки. Даже целые головки в этом году. Ну сейчас сорву. Посмотрим. Вот видите. Вот это вам чернушка. И прорывали. Вот она. Средина июля. Вот такие головки. Чернушки мои. Он уже начинает перо вянуть. Уже все. Вот такой вот урожай. Мы в этом году вырастили лука. Редактор субтитров. Продолжение следует...